привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга это опять real mist у меня до сих пор горит фонарик хотя ночь совсем прошла итак друзья чем я занималась за кадром я бегала как а колдела и обыскивала весь этот остров подхватила тут опять эту страничку которая у нас там была единственное чего я добилась и чего вам хочу показать сожалению это прошло за кадром но потому что за кадром проходят все лучшие все лучшие моменты все надо снимать все надо делать при вас и на вас так вот я давно хотела сделать этот эксперимент и и отправить нашу елку вверх и попробовать самой забраться на самый самый верх нет просто интересно как высоко она поднимается это ель и насколько сказать в небеса нас все это дело унесет но нет она так сильно это так ель не поднимается и пока я вот тут поднималась и думала да что ж теперь сделать спрыгнуть кстати нам не дают вот у нас прям такая ограничитель какой-то невидимый стоит но можно нажать здесь на кнопочку и все и нас опускает правда если ее опять отпустить нас опять поднимет наверх но довольно забавная вещь ну вот и как только мы заберемся наверх тут какая-то ачивка опять выскочила я не успела заметить какая как я и говорю в принципе в этой игре мы не за ачивками но такая забавная вещь можно подняться на этой еле действительно до самых небес и ничего нам за это не будет давайте я ее выключу обратно хотя пусть она будет вот такой высокой я надеюсь она не улетит но даже если улетит то хотя стоп друзья какое улетит нет нам нужна эта ель нам нужна страничка мы с вами сейчас будем ходить и собирать недостающие страницы и так из этого мира мы с вами из мира деревьев не утащили с вами страницу синюю вот и поэтому сейчас нам не попасть мир иния потому что нету этой книги я думаю уж не кроется ли это дело в том что мы не собрали все страницы хотя честно говоря выпускать этих братьев мне очень и очень не хотелось бы вот поэтому сейчас мы с вами рванем опять в мир деревьев нас при этом этот листок в руке ну да ладно зато посмотрим на этот мир через листочек бумаги здесь была действительно огромная луна мы опять сюда попадаем ночью почему-то постоянно сюда попадаем ночью но теперь то теперь мы увидим этот их спутник он прекрасен он обалдеть какой может из-за этого у них тут живой океан а он живой мы с вами об этом уже слышали и знаем вот он даже менял цвет когда здесь был а трус ну теперь вот эти огоньки и так далее мне очень хотелось бы посетить мир иния как как он вроде как называется да но пока что вот непонятно попадем мы туда или нет пашка что пока что мы собираем с вами лифт наверху хорошо подожди давай сейчас сюда дадим воду и поднимемся наверх так вот давайте соберем все странички может из-за этого мы не можем найти эту книжку еще у нас и алё я могу как-то дернуться за тебя 1 не очень-то и надо было принципе мы туда под поднимались и по-другому по винтовой леснице насколько я помню сожалению тут конечно в темноте очень хочется бегать я вижу уже брежет рассвет это мы поднимались как там поднимались я должна это найти так эта дорога нас ведет книги по моему с которой мы уходим да да а там нам не пройти там только труба хорошо значит здесь нам ничего не надо ну на самом деле я с удовольствием возвращаясь в эти миры они красивые мне здесь нравится и не знаю как вам вот ну особенно вот в этом лесном мире я бы с удовольствием бегала и бегала дальше вот но мы естественно этого не будем делать я не буду вас как говорится терроризировать так долго я сейчас запись прорву мы с вами увидимся когда я уже подберу ту самую страничку которая нам нужна друзья не могла с вами не поделиться вот этой вот красотой но это ли не красота я даже от фонарик выключу мы сейчас находимся с вами на самой вершине где вот эти комнаты братцев были понятно что ночь но у нас вот уже брежет вроде как рассвет и я считаю что это потрясающее зрелище даже ночью так вот давайте искать вместе я уже честно говоря плохо помню где мы находили эту синюю страничку это что я думала что это за домик это все-таки один домик брата сируса вот тот самый богатенький а этот весь такой из себя поломанный мне кажется это вот как он там ахинара вот ахинара дом ну что ж страничку мы взяли синюю да да это его дом тут я думала что за колья что вообще за дичь такая творится это его дом это его дом и вот они эти кандалы орудия пыток висят теперь все понятно и честно говоря я так сильно подозреваю что и вот этот вот домик так сказать пыток а что еще это может быть явно какой-то домик пыток что это тоже его изобретение там же вон его это возникала голограмма где он там ага-га-га-га-га то есть дайте мне больше больше в общем блюдо шные братцы как я и говорила обидали да это шахинар придуривается тут вот так домик другого брат давайте тоже я его жена вещу как говорится под конец он у нас где-то до с другой стороны теперь когда я знаю где чей домик есть стоит тут наверно тоже получше посмотреть во первых почему тут раскиданы стулья да кто-то тут что-то маленькое политическое устранение устраивал а может быть они с братом тут и ругались теперь понятно почему что-то мы тут находили нет не находили я думала что это дом отруса вот его чернила разные так далее но нет нет это у нас домик вот этого нашего любителя удобства так теперь когда я знаю что можно на кровати спать вернее сидеть на кровати я сейчас пытаюсь может как-то это сделать как-то можно было да смотри тут у меня что-то получается нет как ни странно знаю еще тут можно взять бутылки еще что-то как-то очень мало мы тут нашли из чего-то интересного чтобы опа ой извините я такая рода что-то у нас получилось мы залезли на кровать а спать на ней можно нет нет нельзя не знаю что за это там очередная ачивка выскочила что еще можно тут сделать бутылки смотри куда-нибудь забраться под потолок смотри мы теперь хорошо видим все что там наверху подожди подожди разбить бутылки например можно разбить бутылки я прозбила и это было бы в духе сири сируса но наш товарищ не подпрыгивает так и вообще после того как я забралась на мачту корабля я теперь везде пытаюсь куда-то забраться с переменным успехом нет никак что вот это такое а это от крышка от тюбика где сам тюбик зубная щёточка но очевидно здесь он был еще таким подросткам тут довольно все скромно и сам тюбик там надо найти тюбик тут но его тоже говорит о его гурманских наклонностях уже в юности и вино и сыр вот мы по-моему что-то доставали да по моему записку какую-то уже не помню ладно друзья сейчас я тут еще побегу потыкаюсь али здесь мы что-то находили да по моему то вот да 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 записочку о том о том что мы уже в принципе нашли жал красивый вот сейчас я еще тут побегу друзья и увидимся с вами буквально через пару секунд так ну что вам хочу сказать не нашла я ничего на этот стол сколько я не пыталась забраться у меня не получилось хотя принципе как бы предпосылки вроде есть но никак ну и вопрос зачем конечно всегда стоял во главе угла ну ладно мы отсюда с вами уходим мы возвращаемся с вами обратно в мист у нас чудесный рассвет солнышко встает и это правда очень классное место я надеюсь что братья никогда больше сюда не вернуться так подожди а мы то вернемся где у нас лифта вот у нас лет я его просто пробежала и не изгадит этот мир хотя в принципе ведь что-то мне подсказывает что все это население куда-то делась именно благодаря их деятельности поскольку население тут было вообще безобидно и то есть безобиднее этих людей которые здесь жили наверное и найти то тяжело окно а мы спускаемся пошли вниз ой по этой лестнички да 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 ключи фонарик что ли царство лягушек и комаров хороший мир мне он нравится так теперь нам здесь надо опять переключить воду и насколько понимаю куда-то туда возвращаемся к нашей книге и отдаем страничку ну а как не отдавать вообще смысл то этой игры в чем смысл в том чтобы в чем смысл вообще-то мне бы хотелось найти атруса а вовсе не этих братьев для братьев мы соберем странички и они выползут из своей темницы но опять же смотрите кого мы первого соберем тот первый и выйдет и я даже прямо скажем далеко не уверена насколько хватит времени и насколько вообще получится и вообще реально чтобы вышли оба мне кажется это нереально у нас медленно светает но очень медленно чтобы ждать здесь рассвета и знаю друзья если вы захотите я сюда приду специально как-нибудь для вас но пока мы с вами уезжаем но еще пока не совсем нам пока еще только до книжки но она уже здесь так что до свидания самый интересный из миров по крайней мере как мне кажется так отпускай меня потолок ну вот себе еще синяя страница братец о мой друг принеси мне голубую страницу поверь мне я не виноват это все он поклянись что не выпустишь его он убьет меня и тебя тоже я был не виновен он обманул меня и заточил в темницу мужайся мужайся дружище запомни он очень коварен он может убить кого угодно мне жаль своего отца как он мог поверить в то что это я убийца это не я убил отца принеси мне оставшиеся страницы пожалуйста я не лгу я не лгу я хочу быть свободным осталась только одна голубая страница она поможет освободить меня освободить я не хочу остаться здесь навеки освободи меня пожалуйста я я прошу тебя осталась одна голубая страница интересно где потому что смотрите давай ка вернемся к нашим книгам с лесом у нас все в каменных кораблях не подожди в гайке у нас осталась красная страница до да это этот город и там она была на заначке у сируса красная страница здесь так потом осталась красная страница где мы настраивали вот эти всякие звуковые вещи вот вот здесь вот осталась красная страница подожди а здесь мы забирали ушала тут я не помню ну и отсюда я явно только одну страницу принесла вот и остался еще где он этот мир и не да вот а как сюда попасть вообще непонятно крайне мере на это у кэттен есть собственная идея обо всем этом и мне ее весьма не хватает я вернусь вы не позднее когда голова преснется но и вот и нарисована вот это вот ракета ракету мы открыли но у нас нету четверичного кода который там есть и я не знаю тут все остальные книги все сожженные я уже все в принципе пересмотрела ничего тут нету в общем где-то надо еще искать этот четверичный код а и еще у нас есть этот камин который ябко знает что значит абсолютно непонятно ладно выбираемся отсюда здесь ничего нету лифт я тоже смотрел в принципе не буду сейчас друзья по 250 раз тыркать одно и то же у нас у нас все как бы здесь активировано и так давай-ка пойдем в шестеренку по крайней мере в шестеренке я знаю точно где лежит красная страничка принесем ее да забавно знайте значок загрузки так все отпускаем я шестеренка ты меня больше не обманешь так здесь у нас все выставлено по моему именно так оно и было книга наша видно а нам надо нам уже не надо ничего вращать слава богу этими кристаллами так пока и непонятно тогда ка я еще раз посмотрю в трубу да тут без изменений вот часы идут ну здесь тоже я не видела ничего чтобы нам давала какой-то четырех кратный номер я бы запомнила может быть пересчитать количество монеток или еще что-то это было бы странным а так здесь запись про сируса и вот его красная страничка может быть наследках что-то написано но это вряд ли ладно уходим давай сломаем напоследок птицу ну я думаю достаточно для того чтобы она сломалась нет смотри она больше не ломается одиннажды единожды сломанная она закалилась теперь ее ничем не сломаешь может быть тебе надо было дольше крутить но мы все с вами видели что птичка действительно ломается кто не видел все смотрите предыдущие си и подожди как да нет а мне просто надо кнопку нажать ладно подожди а как же здесь же была книга нет на том острове нет на этих двух островах мы с вами собирали на том и на другом собирали просто значки или значки поменялись ну неужели такое коварство уж похоже точно похоже точно значки а публик господи книга вот она вот она книга коварство пошли отсюда пока опять действительно что-то не поменялось так ну что где-то там каждой странице я смогу видеть более четко я покину эту страхую тюрьму эта книга тебе нужно найти ее оставшиеся страницы ты не сотни мертвых вина лежит на моем брате очинаре он безумец он виновен тебе нужно забрать свободу моего брата тебе и отдать ее мне я снова прошу тебя не искать синие страницы поздно мне уже одна осталась только потому что зло уничтожит как меня а она уничтожит всех обитателей никто не выжил ты просто должен принести синие страницы синие все таки или красное и не верить в историю что я твоя мудрость переводчики ошиблись и ты увидишь что я не виновен а виновен он очень давно произошла ошибка если ты спасешь мою жизнь ты будешь вознагражден так ладно этот неприятный этап мы тоже прошли а мне они очень неприятно итак следующий мир подожди у нас какой вот этих каменных кораблей да а где ж там была эта страничка то по моему в одной из их комнат так это нам на кораблик и это нам сюда ух как тут у нас совсем все плохо все дождливо так ага смотри все работает все функционирует о нет не совсем все воду надо все равно отключать насосики нужно отключать или включать скорее всего включать одни отключать другие отключать ну в общем вы поняли итак мы не забирали по моему на кровати тут лежала синяя страница да 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 и это было подожди подожди а как же он сказал что осталась одна страница я не хочу ему отдавать эту страницу так нет это сируса комната и сирус это мы отсюда забирали страницу с этого мира мы принесли по моему красную и не приносили синюю так ну-ка подожди красота красота так вот комната очинара вот его синяя страница осталась всего одна он сказал я не хочу ему отдавать ладно друзья пусть она тут лежит здесь в принципе ее легко достать труднее достать нам красную страницу с вот 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 так устроено интересно а мы сюда выбегаем так вот страницу с того мира где мы с вами в этой подводной лодке то подземной лодке вернее путешествовали и вот тут конечно катастрофа мы сейчас туда с вами отправимся жалко что нету такого как бы перехода с одного мира в другой нужно только путешествовать на мист и из миста уже обратно ладно оставим эту синюю страничку напоследок посмотрим что скажет сирус когда ему останется одна последняя страница и так красная страница она лежала по моему где-то там у кристаллов ну вот ну возвращаться я буду друзья наверно тоже не на запись я думаю вы не обидитесь поехали эй музыкальный корабль забавно что это точная копия так есть конечно не надо наворотили вот это вот сложно с этим кораблем ну да ладно так где-то там где-то там я помню что лежала у кристаллов вот здесь наверху да 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 еще одна красная страничка для сируса подожди а где еще одна тогда для него страница то есть из этого мира мы сейчас вынесем две страница подожди но то что последняя красная ладно ладно для начала мне надо самой отсюда выбраться зам прося 1 лодка ну и опять же друзья я не ищу здесь четверичные коды потому что ну по идее это совсем другой мир здесь не должен быть какой-то код который должен указывать на другой мир как по мне как мне кажется может и конечно ошибаюсь глубоко глубоко так давай поехали так и я опять беру свою страничку с записями нету вас тут навигации давай давай слушай а не значит ли это чпынц такое что правильно а вот это что это неправильно как вы думаете а слушайся а ну-ка а а что значит чпынц а мы сюда ездили кстати с вами нет нет это какая-то ерунда сюда мы ездили и теперь мы ездили на север и 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 ездила но я доехала а это главное каким через какой 5 поворот так теперь мы ехали на восток теперь мы ехали еще раз на восток давай давай лет да не джбэнс а мы ехали на юг и не надо мне тут джбэнс ехали мы на юг дальше мы продолжали ехать на юг и никакой ничбэнс так теперь мы продолжали на запад не знаю значение клетки она очень странная нет нам надо на юго-запад теперь мы едем на юго-запад вперед так с юго-запада мы едем на запад друзья полные поиски полной боли и страданий у меня есть в одной серии поэтому кому интересно тот может посмотреть как теперь нам нужен с северо-запад только бы не потерять эти записи боже мой северо-запад так теперь мне нужен северо-восток как бы это странно не показалось то есть получается что мы едем обратно с вами но бог его знает у меня так записано а если что-то менять я уже теперь не и сориентируюсь куда северо-запад и северо-восток это вперед и назад не суть так теперь нам на север вот другую сторону так теперь нам на запад так теперь нам опять на запад да почему что столько она потому что юг понятно значит ой как это это у меня неправильно записано на север на север на север просто вы поведели мой блокнотик у меня тут уже такой кишмиш вот и теперь юго-восток должен быть последним направлением кажется что мы туда-сюда несколько раз проехали он да ладно так это юго-восток ну-ка подожди уже темно у меня стало пока я тут пока я тут катаюсь этих подводных лодках ну вроде как юго-восток да это будет весело если мы запутались нет 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 вот это она но зато в наших странствиях мы нашли крушение корабли крушение подземная не знаю я еще не все ветки проверяла которые нам встречались не все направления но честно говоря заниматься этим особо особо желание нету это нет и нету точно больше ничего интересного для нас ладно уходим я просто так быстро вечно убегаю из этого мира потому что он меня замучил так ну что с того и отдадим братцу наконец кто-то ты мне дарован судьбой потому что и меня ты должен освободить меня меня зовут я уверен что в ходе твоего расследования ты пришел к выводу что мой злобный брат вчера виновь именно я стал жертвой и попал в это заточение по воле моего отца я не знаю кто ты такой и как попал сюда но думаю что ты по крайней мере должен знать кое-что о книгах наш отец является хозяином книг он написал сотни в которых повествуются о фантастических мирах и различных витаях комната в которой ты сейчас находишься это библиотека моего отца все случилось вместе на острове какая потеря теперь-то я точно знаю что очина сжег большинство книг зачем наш отец занимался различными исследованиями мы выросли под его тщательным надзором он даровал нам неограниченный доступ ко всем к маме постепенно он все меньше и меньше следил за нашими действиями но так как мы росли полностью под строгим надзором отца мой брат захотел большего и начал все больше и больше углубляться в век мист но я не терял времени я обратился к нашему отцу я думал что он осознает вину очинара но в приступе ярости он захотел стенницу и моего брата и меня с помощью страниц из этой книги она сделана таким образом чтобы определить кто же из нас виновен недавно я узнал правду наш отец ушел в один из миров и оказался там я думаю что он погиб и здесь я не виновный оказался в задаче не виновен но ты здесь чтобы освободить меня слушай меня внимательно ты должен найти еще одну страницу и я буду свободен в библиотеке на полках есть книга хотя за библиотеку сна в этой книге уцелела нескольких страниц это последняя книга на средней полке эта книга украшена различными картинками найди картинку 158 так 158 пишем и наступит отмщение принеси мне эту страницу и я буду свободен и смогу конечно наградить тебя мне нужна шестная страница рядом с красной и голубой страницей находится зеленая книга если ты коснешься ее то тоже окажешься в темнице да отец советовал нам то же самое но мы не послешали вспомни об этом и ты сможешь освободить меня иди слушайте какая интересная информация подожди где-то на полках книги но мы пересмотрели все книги на полках ну давай еще раз смотреть страница 158 он сказал так здесь ничего не пронумеровано так здесь а он сказал на средней полке но здесь тоже ничего не пронумеровано так и так на средней полке у нас вот эта книга здесь нету страницы 158 здесь нету нигде страниц слушай еще он говорит есть зеленая книга и вот он про камин поговорил здесь нету никаких наминований средняя может я что-то нету смотрела это сожженная это сожженная книга это та же вот другая книга сожженная посмотрите реально мы берем совершенно другие книги чем вот здесь смотрите она исчезает сейчас опять так подожди господи мне что теперь все книги перебирать ничего нету опа о слушай точно это какая страница говоришь 158 а то есть я должна кликать каждую страницу так друзья побежали побежали кликать я не знаю как долго это будет сейчас я поставлю свой палец на ускоренное кликание шесть это я пальцем так кликаю медь надо семь восемь сто пятьдесят восемь так нам нужна вот эта картинка которую мы должны ввести в камине да давайте я ее сфотографирую ой так мобила давай что думаете я запомню этот рисунок я думаю ну не знаю кто из вас может его так вот раз и запомнить в принципе можно наверное но мне просто напросто ли так сто пятьдесят восемь окей ты посмотри да то есть а здесь больше нету никаких сюрпризов у нас ну она сразу с рисунком я думаю что если мы найдем что-то я вот здесь тоже рисунок эти повторяются так и знаете что я сделаю прежде чем лезть куда-то в камин давайте-ка я сохранюсь потому что что-то мне не понравился тот постулат что если мы нажмем на книжечку то мы тоже типа это самое трам-пам-пам что нас тоже запрут я могу сохранить такого на самом деле пофигу что сохранять у нас всего пять сохранялок все остальное переписывается поэтому пусть будет как будет и так ладно это мы сохранили так мобилу надо выключить и перелеснуть на фотографии полезли в камин деда мороза а ну дед мороз выходи так и так я правильную страничку общество сграфировал начало вот с мое посмотрим итак у нас идет сверху 2 потом 4 пропускаем еще 2 так теперь так через одну вот так здесь здесь так 4 5 здесь одна одна наискосок две одна ну вот вроде как то так и что дальше дальше кнопку так какое-то достижение мы получили то друзья ну и естественно я не собираюсь брать никакие странички я собираюсь жамкнуть на зеленую книгу кто ты такой черт побери я еще не завершил свои дела у меня есть много вопросов к тебе мой друг и они мучают меня с чего бы мне начать пожалуй я начну со своей истории меня зовут эйтрис ты наверное встречал здесь моих сыновей о да я читал мои книги об острове мист моей библиотеке моя библиотека в ней хранятся мои работы мои сокровища о я написал много книг потому что я посещал фантастические места этому искусству я научился у моего отца много лет назад но не искусство написания научных книг я писал их специально для невежественных и алчных исследователей которые могли обнаружить мой остров мист но тогда я не знал что этими людьми окажутся мои собственные сыновья мои сыновья сиррус ячин мы много путешествовали вместе я позволял им читать все книги наверное это было не очень мудро я видел как в их глазах загорается алчность я не знаю что это были за книги у них разгоралось воображение они мечтали о богатстве и власти конечно они не знали что эти книги ловушки они умоляли меня разрешить им прочитать эти книги и я конечно не позволял им они разработали план злой план я даже не знал не знал что они могут быть такими злыми и изобретательными даже их мать о моя дорогая Кэтрин они постоянно обманывали меня конечно я мог вернуться на мист но они удалили одну единственную страничку из книг о магической связи без этой странички я не смогу вернуться а ты мой друг можешь принести мне эту страничку я заклинаю тебя поверить этой истории о великой лжи которую рассказали мне мои сыновья если бы тебе удалось найти эту страничку и принести ее сюда я смог бы вернуться в мист и совершить правосудие над сыновьями за то что они сделали со мной мне нужно работать я молюсь чтобы ты поверил мне прошу тебя поспеши не забудь не забудь принести страничку у меня вопрос у меня вопрос можно алё нет нажимать туда не хочу так хорошо ну во первых меня уже этот сирус обманул да вот они две недостающие страницы еще одна синяя была на острове как мы отсюда теперь выйдем а вот так да отлично ух ух мы выбрали живыми из камина слава богу так вот что-то я не совсем поняла отсюда мы вынули две страницы да нет подожди из леса из каменного из корабля подожди из корабля там оставили лежать страницу на кровати синюю так здесь две отсюда две из гаек две а почему же оказывается тогда синей страницы на одно больше а как вы думаете значит ли это что все таки как бы больше шансов у ахинара что он получает на одну страницу больше так но и еще что страннее это то это вот этот вот мир и не а друзья то есть как-то в него можно проникнуть посредством вот этой штуки эта штука открывает нам проход к ракете проход к ракете требует четверичного кода у нас до сих пор нету я честно говоря даже понятия не имею где его искать все связано с этой ракеты все связано с этой ракетой в ракете не было ничего у у у у у 1 я даже дело в том что я уже давно еще этот код и я его не вижу он связан с ракетой он связан с инием где страничку взять я уже поняла страничку взять это надо вот тут с набережной у страничку которая хранится там на набережной вот оттуда ее надо тащить и как бы все понятно отдать эту страницу папаши но вряд ли он нас отведет в мир и не кстати аптечка давайте посмотрим здесь лет она должна быть здесь она постоянно здесь вот да все она здесь если что то как говорится не зря говорилось это записки на самом видном месте так давай я сюда еще сбегаю может быть здесь у нас какая-то будет сказка ну здесь подсказка нам уже была подсказка была в том что да вот вот он этот 40 ну али слушай подожди а может быть как то из этих чисел что-то складывается вот мы запускали эту голография может быть здесь что-то в этом бассейне что-то есть почему у нас там сначала симулятор бассейна стоит потом сообщение но опять же сообщение для катрины для нас а подожди она уже выставлено на на кнопочку на этом острове тоже я не вижу никаких цифр вот так он нам открыл нашу ракету предположим вот он нам открыл нашу ракету мы нашли вход и теперь мы ищем цифры мы их не знаем что мы делаем вот мы здесь уже все повернули что надо там уже все повернуто ну-ка подожди а постамента надо постамента я вот их еще не осматривала 4 постамента 4 цифра 40 4767 я не знаю давайте возьму калькулятор друзья сейчас я поэкспериментирую с этими цифрами не буду сейчас это делать на запись потому что 40 4767 477 какие у нас повторяется у нас повторяется четверки семерки шестерка не повторяется подожди а что если их всех сложить так опять мне нужно мобила что если их всех сложить ну-ка 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 или умножить сложиться нас не будет четырехзначное число никак так насколько я понимаю да так и так 40 плюс 47 это можно в уме считать это будет 87 и плюс еще 67 это будет 154 но это никак не четырехзначное число да это ни о чем нам не говорит 154 хорошо если их перемножить 40 умножить на 47 1880 но это вот уже четырехзначное число но если мы сейчас ее умножим на 67 это будет очень много это уже тоже не четырехзначное число так ладно а что может быть предположим не считать с 0 давай попробуем умножим 47 на 67 3149 хорошо это четырехзначное число еще на 40 даже если мы просто на 4 умножим у нас будет сделать 440 76 40 47 может их почитать а толку то 7 57 вот как-то странно не знаю ладно друзья я сейчас подумал и потом если отчетом додумаю включу вам запись что я вам хочу сказать друзья мои я тут как говорится чего только не перепробовала на самом деле я уже и считала кирпичи и умножала скобочки и количество заклепок на крыльях этой ракеты и количество этих самых ну этих ограждений и так далее чего я только не делала чтобы понять какой же там нужен код а отчаявшись я решила все таки действительно заглянуть наконец-то первый раз за все время заглянуть и посмотреть как же попасть в этот и ней и вы представляете что пишут да не то что пишут а просто я даже смотреть то дальше не стала оказывается в этой книге да не в этой а вот в этой книге про тот самый и ней вот здесь написано число просто напросто должно быть написано число как бы корректура от артуса о том что вот такой вот код просто напросто от руки а у меня его нет вставлять а у меня его черт возьми нет и вот так вот нет кода и и и все и чудилось а куда она делась она испарилась я сильно подозреваю что это просто как говорится перевод ведь когда переводчики локализатора делали это все переводили они же приносили и рисунки и просто напросто очевидно не забыли написать здесь вот этот код так что код у нас есть поэтому бежим к ракете я его естественно приписала я очень надеюсь что этот код не рандомный для каждой игры как в некоторых играх делают что он один для всех потому что если это рандомно генерирующийся код тогда это опа полная итак 2735 звучит эта цифра и тут я вам уже скажу что ну честно говоря настолько просто я уж там чего только не делала какие только арифметические прогрессии я не выводила из хвойн коры но все очень просто все было просто тупо как говорится написано в этой книге 3 и 5 так что нам это правда даст я не знаю потому что естественно я дальше не смотрела и а а хорошо ну судя по всему там что-то выехала на наверх я честно говоря упарилась что вот это вот меня лодка это подводная добила подземная что вот и а угу я так понимаю это и есть книга и не да а ну-ка давай глянем да судя по всему она а друзья у нас с вами еще один замечательный мир зачем он нам нужен не знаю то есть почему мы тебя там увидели вдруг когда закрыли очевидно это какой-то артефакт опять потому что артус у нас а трус а трус у нас все дела в эту самому в зеленой книге зеленая книга в камине камин здесь рисунок нему мы нашли а понятно все вот это вот штука тут выдвинулась слушай подожди секунду мы пойдем обязательно в ней но я хочу сбегать про иния мы с вами читали я правда уже не помню с этими треволнениями что там было но что-то помню немножко что-то помню у нас появился мир и не здесь ничего не изменилось я не оставляет в покое мысль об этом лифте что в нем можно куда-то уехать дальше чем он нас везет и вот этот вот переходе кого мне не дает покоя дали насколько он покрутился но здесь у нас все по-прежнему да у нас на западном фронте без перемен вот просто без перемен и все все друзья давайте мы здесь с вами прощаемся в следующей серии мы с вами отправимся в мир иния в мир снега в мир холода я очень надеюсь что будет интересно а не так как с подводной лодкой или как с этими непонятно про куда пропавшими записями слушай а здесь так и было я первый раз только посмотрела на эту стену с этой стороны повниматель вот так что огромное спасибо друзья всем кто это видео посмотрел мы с вами едем в мир иния и я надеюсь вы зайдете посмотреть на это удовольствие всего вам хорошего и пока 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 пока